Доброе утро. Доброе, доброе, доброе. Что вас сегодня сюда привело? Что меня сегодня привело? Выход на работу, так как закончился больничный лист, закрыл больничный лист у меня и должна я приступить до своих обовестков. То есть сегодня вы пытаетесь продолжить процедуру оформления на работу? Я правильно понимаю? Так, так, так. Уже виконавчие впроваджения, уже идет второй месяц и на настоящий час я иду в Центр медико-социальной экспертизы по наказу, потому что считается по виконавчей службе, на половина с того момента, коли мается наказ на ее призначение. Вы не против, если я с вами пройду? Нет, нет. Я только за. Я только за. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро, доброе. Здравствуйте. Гориса Александровна Шпилько. Добрый день, Александр Демидович. Да, приятно. Лариса Александровна. Проходил мимо, увидел такую процедуру. Хочу поучаствовать, увидеть со своими глазами. Якую процедуру. А вот Татьяна Максимовна идет на работу. Лариса Александровна. У нас секретарь. Татьяна Максимовна знает ее рабочее месте, она знает мою наказу. А рабочее место мое есть? Да. Лариса Александровна. Да. Какое же мое рабочее место? Ликотерапевт на спецпсихиатричный немецк. А на основе чего, Лариса Александровна? На основе того, на базу, с которым вы узнайомились, Тетяна Максимовна. Лариса Александровна, а решение суда? Это не от меня залежит решение суда. А не от вас залежит? А выполнить? Сейчас надо перезвонить. А вы как секретарь у нас? Да. Вы секретарь, да? Официйный? Ну да, да, да. Скажите, а Паламарчук? В Киеве, сегодня в командировке. В командировке в Киеве, да? Дякую, дякую. А кто выполняет обовязки? Лариса Александровна. Лариса Александровна. Двери закрыте. Также и кабинет. Все тут закрыто. Выступ на счастье для моды Ларисы Александровны. Пытаемся ее найти. Но она заховалась тут. У начальника видела кадры. Сушена. Да, да. Вышли и все. Ну вышли и все. А почему вы выгоняете? Почему вы выгоняете? Статья 34 Конституции Украины мне позволяет здесь находиться и вести съемку. Вы не играйте, я сказал. Я не играюсь. Вы играйте все. Вы идите все. Вы выгоняете меня. Вы понимаете? Вы понимаете, что вы меня выгоняете? Валентин Викторович. Валентин Викторович. Я вам еще раз скажу. Вы узнайомлились, знаете решения судов. Четырех. Вы знаете решения выше их здания, выше спец. Судов. Подивите, наказ, где должна работать Татьяна Максимовна. Но она узнайомлена с этим наказом. Видите? Валентин Викторович. И эта дата. Лекар, терапевт, специализованный психиатричный МЦК. Я конститурую. Я про это же говорила. На Калиме. Скажись, пожалуйста, представьтесь. Роботодавец кто? Роботодавец. Областная Рада. Не говори ничего, что областна. Областна Рада. Областна Рада. Единственно, что Роботодавцы суд не призначают на посадку. Суд не призначает на посадку. Ага. Суд у нас ничего не вирішивание. Не призначает и не звиняет. Суд у нас ничего выставил. У нас есть обязательства. Призначает областнам на… По контракту. Есть статья 16 закон о основе законодательства правоохранительного здоровья. Я двухконтракт. Это предназначение народного бюджета. По контракту полтора. Так вы Хобейковские корочки секретарю покажите. А вы меня, Верес Александрович, покажу свои корочки, посвящения. Я не могу сюда прийти. Попачать, милить милицию. Таким образом, Дмитрий Николаевич, нужно... Я сейчас сейчас следите. Сбелкувание. Скажите, пожалуйста, наказ на моё поновленное, вы вас готовы, чтобы я могла прийти? Кто должен готовить наказ на поновленное? Вы читали решение судов? Есть решение. Вы скажите, мы должны готовить? Ну, не может заклад призначить собі головного лікаря. Ну, это не ясно. Не призначить... Ну, может заклад призначить головного лікаря. Сейчас пришла выясненность для этого вопроса. Каким чином она... Вот и я. Питаю. Яким чином заклад, тобто я, начальник отдела этого закладу, могу собі призначить головного лікаря. Поясните. У вас есть... Где работодавец, областная рада? А есть, да, это решение судов. Який из бюджета выделяет гроши на утримание заклада и надал майно. Областная рада, и только вона отправит призначение керевника. Так, но есть решение судов. Так идите до властника, шановные, идите до властника. Мы придем до властника. Вот и все. А че вы сюда пришли? Вы хотите, чтобы мы на роботе... Какой конкретно документ должен вам поступить, для того, чтобы Татьяна Матченко... Решение сессии областной рады про укладение контракта с керевником. А каким чином? Так, как это предбачено положение про призначение керевников закладов охраны здоровья. Згідно решения судов, там скасовано и решение сессии, и контракт. Что там написано? Кто должен поновить? Директор, департамент. Вы попутали адресу, мабуть, да? Где у нас здесь находится департамент? Людина вышла на работу. Шанова, ну вы знущайтесь знову. Я задаю. Якщо поновить повинен директор департаменту. У вас повел бути наказ. По улице, яка зараз? Комсомоцька, як называется? Чиско не принимается, чиско... Острітинський, идите туда, принесите наказ, дам, откроем дверь и все. Нам видавать ніякого документа не треба. Директор департаменту призначить и все. Ну так приходите. Валентин Викторович, вы, давайте, не плутайте слова, призначити и поновити. Відповідно до решения суда, який зазначено именно в Украине, чітко зазначается директору департамента поновити. Идите до директора, и ты, что вы зазначаете. Ну что вы сюда пришли, Тетяна Васильевна? Ага, это ваше, это ваше. Вдовлекать от работы, ну навіщо пришли? Это ваше, да? Ваша работа в чем заключается? В невиконании решений и принудрувании законов Украины? Скажите мне, пожалуйста. А при чем тут? Ну при чем? Ну мы не выполним решения. Вы показываете, вы сочиняете наказ. Вы возвращаетесь, что я не понимаю. Ну при чем тут мы? Идите до директора департамента, иди до головы областной ради. Вы юрист, или нет? А почему вы сочиняете ситуацию? Вы, хочу раз, осуществляете ситуацию, или нет? Вы, а так как не людина. Ну ладно, вон она. Ну вы, нормально. Покажите, что Максимовна ознайомлена с этим наказом. Лариса Александровна, соответствующее решение суду, позоветесь по шапку метре вакуновителя головного лекаря. А вы, пожалуйста, вы кинуете еще раз. Покажите, что ознайомлено с этим наказом. Ну что вы начинаете? Какие вы сочинили с первого марта, якобы, актировавши? А вы что, не понимаете, что такие решения суда? Вы с ним ознайомились. Ознайомились с этим наказом. Это то, что вы показывали, да? Да, то, что по поводу. По перемещению. По перемещению, да, лекаря-терапевта, да. Семь чего? Можем показать. Это факт ознайомления, правильно? Ну вы вводите, что люди не хотят. Ну что, ну не сгоден, не головен, не оскарживается ничего. Да, все расстаргуется. Ну, оскарживается он. Все вводили. Окрім того, кем працювала до цього? Тетяна Максимовна. Давайте уже тогда до конца. Подожди. Відповідно, доріг так. Я вам покажу, кем працювала и как написала заяву Тетяна Максимовна. Зараз покажите, чтобы уже питанье не наникало. Кем працювала и каким чином она была перемещена. Ну, покажите, чтобы уже питанье не наникало. Причем, свідомо переходила на посаду лекаря-терапевта областного инсектора номер один. Свідомо. Боя ее заява. Есть сголовной объекта. Значит, Валентин Викторович, 15-й рік. И на настоящий час, что у нас, липень 16-го року. Мается постанова. Мается вимога. Наказ про призначение Ажабута. Значит, в 15-му році. Да, ось заява. И прошу призначити меня на посаду лекаря-терапевта. И покласти виконание обоиски головы областного инсектора номер один. Вот и все. Валентин Викторович, а скажите, будь ласка. Свідомо писал. Чи тоже під присмком. Чи тоже ктось. Давай, поди існули. Нет. Нет. Вот и все. Зараз удалось выбрать суд. Будь ласка, иди в Тепартану. Идите в областную раду. Идите в Киев до президента. 3 червня до президента. И до президента. Вы думаете, на вас правильный? Парламент идите. На вас правильный найвится. И вы не будете отвечать по закону за свои деяния. Все предбачено. Это вы будете отвечать за то, что вы натворили. Это вы будете отвечать за коррупцию, которую тут развели в Западе. Валентин Викторович, вы в этот заклад рік уже сделали ряд коррупционных действий. И это следующее вопрос. У нас как раз коррупция. У нас мы выкаренюем коррупцию. Мы выкаренюем того у вас, и взяточники, и выкаренюем коррупцию. Выкаренюем дальше, выкаренюем. Первый полетен витричный. Первый полетен витричный. Первый полетен витричный. Первый полетен витричный. А, взял, товарищи. А, складаем, да? Можно зафиксировать, чтобы приходили на место. Да, давайте сейчас лист бумаги надасти. Нет, своим. А это ваше особистое? Да, это мое особистое все. Я купляю папир, я заправляю за каприч. Вот так, как вы и семьи покрали, и мои особистые вещи. Идите, заходьте, вскрывайте кабинет, актуйте. Открийте меня. У нас ключа нет. Так, как вы пошли, так никто не вскрывал. А, как же Паламарчук заходил? После того, как тут обшук провела милиция, после того, что сюда никто не заходил. А, как же Паламарчук заходил? И находится там. Никто не заходил. А как же Паламарчук там находится и сидит? У вас ключ был, да, вы открыли? Просто, чтобы не было разговоров потом. Ну, вы зайдете, если вас перехватили. Я же говорю, чтобы и на вас не было ничего, и на нас не было ничего лишнего. Это парадокс, парадокс. Как можно, вы хоть бы крошки включали, хлопцы, может быть, это не та ситуация. Это не так. Тут опасно за что-то трогаться. Не говорите. Ну, то есть на вас таки-то станем, на сегодняшний день пришли, да? Факт подтвержден и в призвищу. Наказ присутствует. Ага. Факт подтвержден. Тобто нам не показали, ни наказу поновлено. Тобто решение судов не выкинули. Факт подтвержден. И в призвищу. Так, ну, наверное, можно, чтобы каждый... Да, да. Я же чиселлег. Я же чиселлег. С первого, если можно, в Астана, значит, в Астане, да? В Астане. Я же не думаю, что мы столбили. Отпущите свою посланную. Вы все-таки рады. Слава народная рада. Ну, да, отпущите. Слава народная рада. Или предпредставы. Да. Добрый день. Патрульная полиция Места Полтавы. Добрый день. Спрашивайте нам врачи. Значит, я... Да, конечно. Да. Я живу Татьяна Максимовна. Ведповедно до решений судьи... Вы уже у нас-то, кстати... А, мне оценили перейдут. Выходите. Что у вас? В какой-то конфликт шел. Я... Что у нас за ситуация осталась? Відповедно до решения четырех судов. Перший суд. Це Полтава-Сельский суд. Це вересень 2015-го року. Потім суд апеляційний. Це січень 2016-го року. Відповедно до решения ВИС 25 травня цього року. Відповедно до виконавчих листів, також суд четвертий. Це третя червня 2016-го року. Були видані виконавчі листи. Виконавчі листи видавалися у вересні. Також видавалися в вересні. І у січні. Останні виконавчі листи видалися у червні. Откриті кримінальні провадження. Значить виконавча служба. Вимога. Значить, на настоячий час це, слава Богу, чітко зазначається все, щоб оновити мене. По-друге, зазначаю виконавча листи видавалка. А хто другого сторона конфлікту? Центр медико-соціальній експертизи Шпилько Лариса Олександровна. Виступаді. Закінчення і передання поліцію. Поліції зараз мається відкриті ряд кримінальних справ по невиконанню рішення суда. На настоячий час у СВП3 кваліфіковано на третій час. З'ясне умисне невиконання рішення суда. По виконанню рішення України, яка вона була законною сили і відповідно до ви, як вказуєте, я вам показую так, ось, і туди можна заклутатися. Оце вищий спеціалізований суда. Я не розумію. А причини вказували, пояснення, писали, чого не поновлюють вас на посаді? Значить, причини, от, питаємося з'ясувати, які причини. Мені вказують на те, що вирішили. Це кассерційний смі? Так, так, вище, які оскарження не підлягають. Так от, розумію. Це без змін. Ну, так. Без змін. Об'язково, без змін. І тут розписано, що відповідно до чого. Значить, як деякі спеціалісти без юридичного образування бачають, що треба йти на сесію, як зараз зазначу. Сошин, Валентін Викторин. Іграючи словами, поновити і призначити. Мене судом поновлено. Відповідно до роз'яснення чотирьох судів, плюс ще й конституційного, чітко зазначається, що рішення треба виконувати, і що це повинен виконувати Департамент охорони здоров'я, і що на сесії, сесія не вирішує питання, вирішувати, виконувати рішення суда чи ні. А воно повинен бути виконувати. Тобто ви ще з'явилися, щоби... Я з'явилася, да. Мене на роботу не допускають, жодного кабінету не відкривають, листка, бумаги, даже медалей. Я склала акт, слава Богу, є громада, попросила їх підписатися, що дійсно я прийшла на роботу, уже ми визивали, я і 8-го числа, липня, визивала поліцію, і воно... А з виконавчої не приходили, виконавча приходили, штрафи платять, а потім передаються в поліцію, як ви зазначали. А складають потім акти, після даже визиву поліції, що я якби на роботу не приходжу, що мені так хочуть вручити накази, то ну, така ситуація, щоб зафіксувати, що дійсно я хочу. Тоді дивіться, в такій ситуації можете написати сейчас пояснення заяву, передамо відділ поліції. Вони, я думаю, по цьому факту, ну, спочатку відкриється ЄО, я не не вклюю за собою, а потім несеться відомості в ЄРДР, якщо буде пакт Кримна на право. Як ви прокомментируєте, Тетяна Максимовна, неудачну і таку попытку вийти на роботу? Я просто тільки можу прокоментувати, що це є узурпація влади і взагалі своїх власних амбіцій і своїх власних мотивів, яких вони далі спрямовують на вирішення таких корупційних схем, які вони ведуться. Дуже все, на нерішення цієї проблеми? При невирішенні проблеми у них вже нароблені схеми. Ми бачимо, що тільки за місяць співробітниками СБУ і поліції були взяти на хабарях ряд співробітників, які продовжують працювати. І те, що зроблено, відказують, що в них придеться оптимізація. Єдина комуністія. Як можна постанову Кабміна відміняти і робити взагалі відсутність вертикалі оскаржень? Такого немає взагалі на Україні. Це тільки в одной Полтавській народної республіці таке є. А як можна назвати, якщо в нас закони України не діють? Ви чули, як вказую я, що іменем України було винесено рішення в чотирьох судів. Є суди, вище спеціалізований суд, є конституційний суд, якому чітко зазначено. Ви бачите, граються словами. Поновлення і призначення. Як може виконання рішення суда, поновлення на роботи, розглядатися на сесіях, зазначає Сошин Валентін Вікторович. За що голосувати? За виконання чи не виконання рішень? Так де ми живемо? В Україні ми живемо. Чи в Полтавській народної республіці? І хтось зверне на це увагу. Що хочуть, то і роблять. Для чого закони у нас? Щоб їх вирішувати. А страждають тільки люди. А власні амбіції захотілося? Ми так робимо. Призначені ви бачили, що Паламарчука взагалі не має ніколи на роботу, взагалі він не з'являється. І таким чином робиться, кожен свої вирішує якісь містечкові питання. Тому, я думаю, дякую вам також.